Привет, друзья! Что в Чечне сделали с теми, кто не пощадил Женю Родионова, как почтили память воина? Российский солдат Евгений Родионов навсегда вошел в историю, как невероятный пример личного мужества и героизма, верности и чести. В этом году его памятному подвигу исполнится ровно 26 лет. Самому Жене могло бы исполниться уже 45 лет. Сам Евгений Родионов был из села Чебирли Пензенской области. Появился здесь на свет 25 мая 1977 года. Рос в обычной семье рабочих, местной мебельной фабрики. Интересно, что крещение наш герой принял уже в сознательном возрасте 9 лет от роду, когда мальчика отвела в церковь бабушка. Тогда Жене и надели тот самый скромный крестик. Евгений окончил 9 классов средней школы. Мечтал мирно трудиться, как и его родители. Однако в 1995-м был призван на срочную службу и отправлен на Северный Кавказ. Как-то косить от службы у парня не было и мысли, в армии в свое время отслужил его отец, его деды воевали в Великую Отечественную. Интересный момент. В Чечне, вопреки распространенному заблуждению, Евгений никогда не воевал, ибо служил в Назрановском погранотряде, охранял административную границу Ингушетии с Чеченской республикой. Соответственно, никаких обиды или зла никому в Чечне причинить не мог. Евгений Родионов так бы и отслужил положенные два года, вернулся бы домой, завел бы семью. Однако в феврале 1996-го случилось непредвиденное. У ингушского села Галашки Женя с несколькими сослуживцами остановил подозрительный автомобиль скорой помощи, в которой, как оказалось, полевой командир Руслан Хайхароев вместе со своими людьми тайно перевозил оружие. Евгений тогда, по сути, сорвал боевикам транспортировку крупной партии оружия, чего Хайхароев простить не пожелал. Евгения и его товарищи-боевики силой вывезли в Чеченский Бому. Там, как позже выяснилось, Евгению Хайхароев велел в обмен на жизнь снять нательный крестик и принять ислам. Женя наотрез отказался. Не мог изменить ни вере, ни присяге. Все произошло 23 мая 1996 года, ровно в 19-й Женин день рождения. Ровно за сутки до того, как Бамут взяли федералы при помощи знаменитой атаки бешеной роты майора Алексея Гюрзы и Фентьева. Позже приехавшая в Чечню мама Женя опознала его как по этому крестику. Нательный символ веры женщина позже передала в одну из христианских церквей. Она же получила за сына награду Орден Мужества. Русская Православная Церковь действительно не признала Женю святым. Как объясняют в самой РПЦ, по вторым главным причинам. Во-первых, якобы нет убедительных данных об его подвиге, кроме как со слов несколько боевиков-свидетелей. Во-вторых, в комиссии РПЦ ссылаются. Нет прямых доказательств того, что Женя вел до армии его церковленный образ жизни, регулярно посещал храм, молился, причащался. Однако Евгений является местно чтимым святым в Сербской Православной Церкви, а также в Астраханской и Натаевской епархии Русской Православной Церкви. Как чтят память Евгения Родионова, в России есть несколько памятников Евгению. Это поставленный на народные деньги монумент в городе Кузнецк Пензенской области, знаменитый монумент на трассе М-4 Дон в Тульской области, созданный на пожертвование десантников. В самой Чечне, на месте, где все случилось, в лесу Близбамута, чеченские власти установили крест с именем Евгения. Сюда была проложена хорошая гравийная дорога. Сам Руслан Хайхароев бесследно сгинул при атаке Басаева на Дагестане в августе-сентябре 1999. Остатки Хайхароевского отряда, которым командовал его сын Рамзан Хайхароев, нейтрализовал в 2006 году чеченский спецназ. Причем на территории сопредельной Ингушетии, куда чеченские силовики вклинились по личному приказу Рамзана Кадырова, что говорит о подвиге Евгения Рамзан Кадыров. То, что сделал Евгений это героический поступок, это подвиг, без сомнения, достойный каждого воина. А те, кто такую мерзость с ним совершил, они вообще не мусульмане, сказал в интервью глава Чечни о Жене Родионове. Кстати, почти своем ровеснике, 1976 и 1977 года рождения. Ибо иначе б знали, что в ислам невозможно некого силой обратить, что мусульманинам можно лишь по зову сердца стать. Если б хоть раз Коран читали, знали бы. В почитании же воина Евгения Родионова, как святого ничего антиисламского или античеченского я не вижу. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.